Ну а мы с вами в Костроме. Ну а чем известна Кострома? Ну, конечно же, снегурочкой, ювелирными украшениями и сыром. Недаром ее называют, кстати, сырной столицей. В рамках сегодняшнего фестиваля сыра в Костроме мы попробуем множество изделий этого самого сыра и убедимся, что это вкусно, ну и хорошо проведем время в эти чудесные сырные выходные. Добро пожаловать на наш кулинарный мастер-класс, который проводит команда школы хорошего вкуса. С 2009 года мы проводим разные вкусные образовательные мероприятия. Не просто про поесть, но и рассказываем, как правильно, вкусно и здорово готовить. Молодцы! Мы не ласким, щи хребаем! В пире все мы понимаем! В Костроме наш сыр родился! Эдинавый полюбился! Сыр! 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 Обычными конфетами никого и не удивишь, но в Костроме на фестивале сыра презентуют сырные конфеты. Что это такое? Здравствуйте, уважаемые жители Костромы и гости этого замечательного города. Мы, компания Абалдини, приехали к вам из города Москвы с замечательной своей продукцией. Это сливочные помадки с различными вкусами, в том числе и с более чем 10 видами сыра. Основа конфеты составляет сгущенное молоко, а третье это начинка сырная, ягодная, фруктовая. И прямо настоящий сыр? Конечно, настоящие, причем не самые последние сыры. Это шикарнейший пармезан из Тамбова, отличный блючиз, сыр гауда с трюфельным маслом, сыр гауда с листами нори и сушеной черноморской. Так, я начинаю переживать. Вот во многих продуктах бывает как, что тоже пишут там гауда, блючиз, а по факту Е-280 там какой-нибудь. Здесь вы не встретите ни одного вида консервантов. Эти конфеты живут не больше трех недель, потом они портятся, поэтому мы их не продаем в сетях ритейла, не на маркетплейсах. Это только вот ручная работа, которую в пятницу сделали, субботу, воскресенье, привезли на ярмарку, на фестиваль и предложили покупателям все только самое свежее. Здорово, а можно ли попробовать? Конечно, конечно. Давайте попробуем пармезан, если... Конечно. Я просто люблю твердые сорта сыра и поэтому прямо от них больше всего фанатею. Но пармезан у меня немножко закончился, я вам предложу с блючизом, я надеюсь, вы не расстроитесь. Давайте попробуем. Это конфета с горгонзолой, она очень хорошо сочетается с белым вином, рекомендую новозеландские сорта, лучше всего из региона Мальборо. Это мои личные предпочтения. Вот, также хорошо сочетаться будет с чашечкой кофе, с овощами, с клубничкой, с какими-то фруктами, с нарезкой. Ну, в общем, вот такая история. Дает изюме. Первоначально похоже именно на конфету. Причем она такая сладкая, сразу же первая сладость берется, соответственно, в горло и дает в рот ощущение. Дальше идет раскрытие. Самое интересное, что, как я понял, тут есть прямо вкрапление сыра, которое я, соответственно, почувствую. После того, как сладость прошла, язык обработал, идет непосредственно сырный такой, сырно-сладкий аромат. Действительно, под вино очень хорошо, причем под вино, наверное, сухое, я бы сказал. И под джем из вина тоже ничего подойдет. Подождите, я еще это самое, не договорил. Вот, это я сейчас тоже попробую. Вот, под вино сухое, да. В целом, под десерт, то есть в целом, как десерт, употребление отдельным блюдом, очень даже ничего. Для перекуса, не знаю, с кофе я бы, ну, не факт, но вот, мне кажется, с чаем бы тоже очень было хорошо. Он не алкогольный? Нет. Алкоголь в процессе термической обработки испаряется, остается только вкусная такая волна, немножко легкая, винная. Ну и набор специй для Глинтвейна, он как раз дает не вкусно, согревающий. Вот, Глинтвейн, точно. Я попробую, я чувствую, что какие-то очень знакомые алкогольные нотки присутствуют. Но, в отличие от Глинтвейна, например, он меня на него изжегут. Он достаточно яркий, терпкий. Здесь джем, он сладенький, хороший, приземленный. То есть, с точки зрения потребления, он не выбивает вкусовые ноты из других каких-то обед. Вот с чем его есть? Я бы с мороженым, наверное, его навернул. Если честно, даже бы с белым хлебом. Ну, это лучше с сырами какой-то. Ну, я, например, боюсь. Ну, кстати, да, ну, точно. Я забыл, что про сыры-то, конечно же. Вообще, вы правильно сказали, сразу дает какой-то знакомый вкус. Основная фишка нашей компании в том, что каждый здесь находит какие-то вкусы своего детства. То, что самое такое теплое, какие-то воспоминания. И сразу хочется. Давайте! Три! Два! Один! Я смотрю соус. Ну, думаю, ну, чего меня удивишь. Мед я пробовал, кетчуп пробовал, джемы пробовал, различный соуса пробовал. Человек говорит, ты, говорит, попробуй, будешь сильно удивлен. Я думаю, меня удивить и удивил. Потом еще главное, говорит, шуточку, да. Глаза, говорит, увеличивались через очки. На самом деле, острая едаюная штука. Как вам пришло в голову делать такую горчицу? Слушайте, ну, я раньше эти соусы пробовал, но их в основном делали в Европе. В России этого никто не производил до меня. Я подумал, а почему в России не делают такой интересный, на мой взгляд, вкусный, классный соус. Ягоды у нас есть, фрукты есть. Так, что-то возьми, надо делать. И вот они мы сделали. Образцы я сделал чуть поострее, чтобы прям, знаешь, быстрее доходило. Ух, ну, с сырами, с мясом, с бужениной, с салом. Это очень хорошо. Слушайте, ну да, особенно для твердых сыров, вот прямо самое то. Особенно, наверное, еще подойдет для, знаете, ненасыщенных сыров. Ну, типа сулугуни, вот, может быть такого, у которого текстура есть сырная. А вот вкус, ну, на мой взгляд, недостаточно, как бы сказать, раскрытый. А в целом, кроме сыров, к чему еще можно использовать? Я называю это соус для жизни, потому что можно использовать вообще для всего. Ну, если честно, я написал даже маленькую инструкцию для людей, которые совсем не хотят думать. Вот здесь она есть, вот любой продукт. Это бургеры, это сэндвичи, это креветки, это рыба, это котлеты, это пицца. Скажу больше для гурманов, это мороженое, это чай, куда можно мешать наши фруктовые соусы. И самое интересное, это алкогольный напиток пива, куда также можно две ложечки положить, размешать. У вас будет остренькое, вкусное, ароматное. И, судя по всему, к мясу, да? Это к мясу и к сыру, да, к любому мясу. Вот все, что хотите, начинает бурженин, заканчивает козлятиной, гнятиной, не знаю, там, бараниной. Это идеальный соус, потому что он не забивает вкус мяса, он его подчеркивает. Ну, вы меня удивили. Спасибо вам. Мы очень старались. Ну, внимательно, средняя, сразу, спасибо, средняя или скучная. Попало, молодец, убирай. Давай-давай-давай. Молодец. А вот взрослый кадет какой. Семейная сыровармия из Ярославской области, Таевский район, село Борисоглеб. Ага, знаю, да. Начали заниматься фермерством, у нас полный цикл переработки, то есть мы держим коров, и у нас рядом находится небольшая сыровармия. А я смотрю, у вас разные сорта сыра, вот вы все делаете или какие-то отдаете там, не знаю, специальные склада, ферментирование, на ферментирование? Нет, мы ничего не отдаем, мы делаем только все сами, все продукты, которые вы видели на витрине, и еще порядка 20 наименований, которые мы сюда, к сожалению, привезли, все делаем сами, на своей сыроваре, только своего сырера. А вот как вы считаете, вот ярославский от Костромского сыра отличается? Ну, очень сложно сравнивать. Вы сейчас говорите про Костромской сыр, жемесленный, я местный. Ну, в целом, да, 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 фермерский, фермерский, местный сыр. Я вообще считаю, что любой сыр отличается, потому что каждый сыровар, если это не завод, не поставлен на поток, то у каждого сыровара любой сыр будет отличаться дырками, вкусом, запахом, формой. Нет ни одного одинакового сыра. А каким был сыром вы могли, ну, удивить или похвастаться? Сыр и блошон, который уже весь раз купили, разобрали. Хорошо, а из доступных? Ну, у нас замечательный новый сыр, это муленруш, ремесленный сыр. Также толплю еще остался, вот реблошон, который я вам говорила, он его уже... Какой-то из них можно попробовать? Да, конечно. А вы, как видите, да? А у нас с вами как? Вот так вот. Да? У нас с вами какая смена? Да, у нас с вами 185 грамм, у нас уже 3,5 грамм, вот так вот, 162 грамм. Так, это у нас... Это дорблю. Это дорблю, это сыр с легкой плесенью, как я понимаю, да? С легкой. Нет, не с легкой. С легкой, я считаю, что не с легкой. То есть у меня сейчас опять, наверное, лицо изменится. Поначалу, как обычный сыр. Я уже знаком с настоящим сыром с плесенью, что он только через секунд 20 раскрывается непосредственно, и у тебя есть этот вкус. Причем я бы характеризовал это как некий вкус моря, причем мертвого. А вы бы как характеризовали вкус сыра с плесенью? Ну, вы знаете, сыры это как, наверное, парфюм. То есть для каждого свой аромат, каждый любит свой сыр. Это понятно, но парфюм есть кожа, есть орех, есть мускат. Ну, для меня, как бы, дорблю это, в принципе, один из самых любимых сыроков. Вот, поэтому для меня он, ну, что-то, может, с коем навлеет. Кстати, кожа. Я вот сказал про кожу, вот парфюм кожа, вот по вкусу кожа, это дорблю. Возможно. Интересно. А что, чем-то еще? Можно попробовать? Можете попробовать вот этот. Ой, это должен быть остренький. Это, да. Это молодой сыр вверхлик ноля. Он есть выдержанный, порядка 6 месяцев. Он похож на камень становится, его только колотит. Но мы его предпочитаем продавать. Конечно, наши покупатели его любят, как раз он, когда двухнедельный, примерно, трехнедельный. Достаточно мягкий. И, как обычно, я вот всегда, когда вижу эти кругляшки, я знаю, что они будут ядеренно-острые. Нет, у нас есть три обсыпки, есть черный перец. Ну, вот этот остренький. Есть паприка и есть джито. Вот, поэтому есть у него остренький. Сразу же добавлю, что этот сыр неплохо сочетается в салате. То есть, это уже проверенная тема. В салат закидывается к помидоркам, к огурцам. Получается очень вкусно. Ну, это, на мой взгляд. А с чем бы вы подумали, можно его еще употребить? Мне очень нравится стыквенный суп. С стыквенным супом? Да, и получается на таком контрасте. То есть, сладкое, он все равно слатит. Получается очень хорошо с таким вот пикантным остреньким. Сверху его трут. Сверху его трут. При дегустации вот этого купеческого сыра я бы выделил для себя несколько особенностей. Одна из этих особенностей в том, что он терпкий. Есть горечь небольшая в послевкусии, но в целом, с точки зрения твердости, это не прямо сухой твердый сыр. Он, как монопродукт, скорее всего, не сильно сочетаем и употребим с какими-то дополнительными ингредиентами. То бишь, салат, наверное, не пойдет, мясо, наверное, не пойдет, но дополнительные топинги, панировки, непосредственное употребление сыра как монопродукта в данном виде очень даже ничего. Классический твердый сыр. Вот это то, что я люблю. Сухой, жесткий, твердый сыр. В отличие от предыдущего, конечно же, можно его использовать, ну, как я люблю, а я еще тот извращенец, с хлебом, может быть, с гренкой. Ну, и, конечно же, салат. То есть, этот сыр, который можно добавлять в салат. На мой взгляд, получается очень хорошо. Ну, в целом, как и монопродукт, как и любой твердый сыр, а это выдержанный твердый сыр, не горький, с хорошей кислинкой, насыщенный. Ну, можно использовать и как моно, в том числе с медом, с джемом. Я даже не знаю, может быть, даже мед не обязательно. Пробуем кругляшки. Сразу же логично, что должно быть остро. Посмотрим, как именно в этом варианте это будет. Ммм, интересно. Короче, зачастую кругляшки бывают рассыпчатые, а вот этот прям такой тягучий. Очень хорошо чувствуется сливочный вкус. Очень большая кислинка, естественно. Не так много остроты. Ну и классический такой сыр, он употребляется, знаете, хорошо в путешествии. Потому что он, ну, типа, дает какую-то энергетическую ценность. Ну и очень неплохо выглядит в салате, особенно если салат остренький. Ну что ж, попробуем. Мне неудобно таким ножом резать, поэтому я режу уже как могу, просто извращаю. Вообще, это не надо. Нет, корочка. Нет, корочка полностью неудобна. Корочка будет другой. Давайте я скурую. Ну что ж, ждем послевкусия. Как обычно, вначале такая большая сырная волна, сливочная. Дальше включается второй уровень, такой послевкусия. Послевкусия достаточно такое вот, прямо раскрытое, черпкое, с такой выраженной, не знаю, герчинкой, что ли. Хочешь быть здоровым? Правильно питайся! Бей побольше молока! Спортом занимайся! Как говорится в здоровом теле? Здоровый! На бутерброды с ним обмен и пицца восхитительно. С буйским сыром запеканка умопомрачительна. Смотри, мне лопни. Да ладно. А сыра в шахтамуйске слышала в такой момент. Говорят, что им на завтра скушает сам президент. Да что ты! Чудеса! Так раз, еще раз, вообще много, много раз. Так хорош, продукт полочный съели и пустились в пляж! Полу твердый, а вот чем отличается он, например, от всех других сыров в России? Костромское отличие сыра есть или вы не из Костромы? Конечно, мы из Костромы, из самой глубинки, из Костромской области, деревня Григорова, Таинский район. Отличается тем, что мы сделаем с любовью, опыт работы больше 50 лет, родители фермера. Своё поголовье, свои коровы, свои луга. Ух ты! То есть у вас прямо от начала до конца всё производите? Да, вот такой. А может попробовать ваш сыр? Вот такого сыра попробовать, дайте. Ко мне подойдите. А выводите сыр? Ну ладно, молодцы. Главное, что можно с Алтайей не забыли. Его помолчили. Спасибо. Одинка, а вот семья. Вот такого попробовать, дайте. Как этот сыр называть? Это бринза. Ночью делала моя мама её. А это тоже чуть-чуть, дайте. Бринза. Итак, пробуем бринзу. А молодой человек сходил и пробовал. Интересное добавление специй. Обычно бринзу мы привыкли видеть, что она не насыщена. Здесь за счёт специй, за счёт вкраплений, она употребляется в том числе и просто без всяких продуктов. То есть такой лёгкий летний сыр. Наверное, для салата. А это полутвёрдый, да? Полутвёрдый, да. Ему полтора месяца. Пробуем полутвёрдый, полтора месяца. Я, конечно же, любитель полутвёрдых сортов. Но чувствуется, что он невыдержанный, поэтому имеет ярко выраженный молочный вкус. К чему бы я его рекомендовал? Ну, логично, что к винограду, добытому из винограда. Если вы поняли, о чём я. Он без градусов, это квас. На изюме, домашний. Пробуйте, пожалуйста. Это пирог, рулет с сыром. Сыр домашний, сало домашнее, всё домашнее. Огорчики малосольные, сало копчёное. Вот это сыр козий, попробуйте, пожалуйста. Наш антроповский сырок. Несолёный. Как раз вот то, что нужно. Вот такие они сырные выходные в городе Кострома. Фестиваль сыра, на котором многие попробовали огромное количество сортов. Попробовать можно было совершенно бесплатно. Почувствовать себя в сырном сомелье мог любой. Цены доступные, приятные. Из интересного по площадке отмечу, что часть как раз там, где можно было проводить дегустации, находится в тени. Это, конечно же, комфортно для людей. Много интересных интерактивных программ. И сыр, и детские мероприятия, в том числе краски холли, пенная вечеринка. Ну и, конечно же, концертные события, где со сцены играла живая, качественная музыка, которую можно посмотреть только на сцене. В общем, на мой взгляд, сырные выходные удались. Субтитры создавал DimaTorzok